Сегодня выходит в прокат фильм Валерия Тодоровского «Гипноз». И Валерий Тодоровский, замечательный режиссер, продюсер, вы его все знаете, «Оттепель», «Любовник», «Стиляги». А это такая достаточно камерная история. И она во многом основана на личном опыте самого Тодоровского. Дело в том, что он в определенный момент жизни обратился к врачу, который лечил гипнозом. Он хотел какие-то свои психологические проблемы решить, но выяснилось, что ничего не получается. Он не гипнабельный. Не всех людей можно загипнотизировать. Но его очень заинтересовал этот метод лечения. И он несколько месяцев ходил к этому врачу просто посмотреть, как он работает. Это очень необычно. И главный герой, молодой человек, который страдает лунатизмом, он во сне ходит. И он хочет от этого избавиться с помощью врача, которого играет Максим Суханов. Но он говорит, не действует на меня ваш гипноз. И тем не менее он к нему продолжает ходить и попадает в большую зависимость от этого странного доктора. Это такой, ну, можно сказать, триллер, психологическая драма. Причем Тодоровский вместе с Сухановым учился в школе в параллельных классах. Это его старый приятель. И поэтому не случайно он у него уже не в первый раз снимается. Классно, если бы это было документально. У них взаимопонимание полнейшее. То есть много Суханову объяснять не надо, как играть. И этот фильм был в конкурсе Московского кинофестиваля. Теперь, наконец, выходит широкой публикой. Кому рекомендуете посмотреть его? Ну, взрослым людям. Всем, кому больше 12. Еще выходит сегодня в прокат американский, опять же, триллер «Ночной портье». Не путать с шедевром Лилиана Кавани. Молодой человек работает ночным портье, потому что именно выбирает ночные смены, потому что у него проблемы в общении. Он, ну, как аутист, у него какой-то там синдром. И он, сидя ночью вот за своей этой стойкой, он установил во всех номерах камеры. Возвращение. Нет. Он пытается понять, как люди общаются, и пытается копировать их жесты, их фразы. Он учится общению. Он все-таки хочет коммуницировать с людьми, но не знает, как это делать. Он очень замкнутый. И вот, наблюдая... То есть он не смотрит, как люди сексом, допустим, занимаются. Он смотрит, как люди ужинают, как они общаются с собачкой, как друг с другом разговаривают. И в одном из номеров происходит нечто страшное. Он становится случайным свидетелем преступления. И сам того не желая... Начинает копировать? Нет, нет. Он вмешивается как бы в жизнь чужих людей. Он только смотрел за ними, а теперь он становится участником некоторых событий. И чем дальше, тем страшнее. Ну тут Хеллин Хант играет его маму, Джон Легуизама играет детектива, который расследует это преступление. Фильм с самого начала до самого конца держит интригу, и тебе интересно смотреть, как все развивается. Да. Да? Так, это очень увлекательный, захватывающий триллер. Рекомендую. Претендует ли он на какие-то премии, на какие-то награды? На Оскар нет, потому что я не увидел ни одного чернокожего актера. Во-вторых, ни одного, сама знаешь, вот кого. Уже все отметается. Но какие-то вот... Ну, лучшая награда, это все-таки зрительская любовь, поэтому идите, смотрите, обменивайтесь друг с другом впечатлениями. Я думаю, вы не пожалеете. Так, еще что научитесь? Смотреть ночью причем лучше. И копировать. И в отеле. Ну и французская комедия, удалить историю. Судьба сводит вместе совершенно разных людей, у которых одна проблема – интернет. Там, одну девушку шантажируют, что интимное видео с ней выложат в интернет. Другая очень зависима от лайков. У меня только одна звезда. Это кошмар, это какой позор там и так далее. Что вот все ее записи, которые в соцсетях, чтобы собирали как можно больше лайков. Еще человек зависит от интернет-магазинов. В общем, надо что-то с этим делать. И они меняются просто. Кто может помочь? Бог. Они обращаются к Богу. Это кличка очень крутого хакера. Вот, видите. Все теперь стало понятно. А Бог говорит, я могу не все. Надо вам приложить определенные усилия, чтобы удалить ваши истории. То есть даже здесь Бог немного бессилен. Просто той, которой нужны лайки, нужно выложить видео той. Которую шантажируют? Да. И будут все лайки ее. А, ну тогда это понятная схема. Вот, это действительно комедия о том, как мы зависим от интернета, от соцсетей. И что-то надо с этим делать. А эти люди не могут абсолютно, этот телефон становится просто, ну как, часть тела. Без него никак. Смартфон, да? А вы сейчас с телефоном? Нет. Вам везет, вас даже не лежит. Андрей, еще до сих пор кнопочный телефон. Даже не сенсорный. Вот, отлично. Правда? Да. Ты угадала? Ну вот. Просто в один киноклуб ходите. Есть что посмотреть. А если бы не только шантаж, а действие дошло до того, что все-таки выложили в интернет, где она там голая, то об этом фильме бы нам рассказал Андрей Кулик. Андрей Кулик, конечно. Наш кинообозреватель. Спасибо вам большое, Андрей. Ну а мы движемся дальше. У нас на очереди коротенькая такая, коротюсенькая. Ну не вздумайте переключаться, потому что дальше у нас будет и музыка, и интервью. Еще много-много-много всего самого интересного и подарок. Расскажем о нем после рекламы.